Тили-ти-ли-ти, тили-ли-ти, лили-ли-ли Мы остановились на китайцах в прошлом подкасте. Вот, то есть перед человеком, вот ковид, да, это кинолента, фильм, да, прям конкретно от А до Я в этой жизни, буквально два или три года, от каждого человека. Значит, начало ковида, потом развитие событий, потом результаты этого всего, и окончание это окончание еще до сих пор нет потому что есть люди которые еще до сих пор играют и вас и это в основном я бы даже сказала 99 процентов по китайцы китайцы японцев я не различаю скажу сразу но для меня это все китайцы ну как есть они для меня на одно лицо но суть не в этом люди люди да суть в том что именно они настолько я вот могу сказать на все сто процентов это настолько роботы автоматы от штудированные от от чеканенные деталечка в деталечку и поэтому они ходят в масках до сих пор я вчера в минске встречала человека в маске и для них есть и для них это как прописанная программа я должен выпускать шестеренку вот этот автомат шестеренку и он штампует шестеренки штампует вот так они не просто штак у них там как они эти борьба как они там виды виды борьбы разных и всегда у них групповое и они там четко от чеканены танцы групповые я не четко читать деталечка в деталечку и вот это те роботы со коллективное сознание конкретно не просто так они насихомыми питаются и там этими всякими это коллективное сознание который четко несет программу и вот через них на самом деле очень круто вносить новые программы каждую страну то есть это я теперь понимаю когда-то я не знаю сколько лет назад я наткнулась на вангу я уже не помню или она там говорила или я читала и она говорила бой бойтесь желтых людей вот они да и я теперь понимаю почему не потому что это я ключ это люди да но сама суть сам программа это носители программы и носители те программы через которые то есть это как как флешка вот они в страну приезжают какую-то и не как флешка вставляется и они начинают распространять свои программы ну извините как есть я прямо это я просто это знаю чувствую и вижу вот и они вот они до сих пор ходят в масках они не ему они просто не могут снять их у них программа они выполняют программа смотри если брать людей программ то например тот же самый буддизм тот же самый да осизм куда едут за духовным развитием и с каким духовным развитием потом оттуда возвращаются туда и едут на дети программа там где массовое сознание с удовольствием садятся и как я пришла к массовым психотехникам почему мне не стали интересны мне достаточно было съездить на обховом это все туда корнями уходит на до изму тоже человек очень быстро очень быстро садится на программу очень быстро почему потому что сознание спит сознание человека спрятана в материи в теле и не хочет проявляться хочет проявляться вот точно так же как мы не хотели проявляться потому что для того чтобы проявиться тебе надо силу проявить а это есть разум когда ты осознаешь что для того чтобы ты проявился для того что чтобы ты в жизни стал прочно на на ноги тебе надо окрепнуть а окрепнуть ты можешь без вмешательства постороннего ой, сейчас развяжу тему мамочки без вмешательства постороннего всего и тогда ты окрепнешь и после этого ты можешь проявиться это в разуме а вне разума, когда спящее сознание это человек когда окрепнет и он привыкает к тому, что он его никто не трогает у него защита ему начинает нравиться и он продолжает создавать, он начинает засыпать крепко и не хочет проснуваться, он не хочет проявляться сознанию, понравилось то, что его несет материя то есть то, что он имеет вот он родился здесь там допустим яблони растут он родился, вот эти яблони были он эти яблони, он даже не будет думать о них заботиться или как-то их размножать или что-то еще ухаживать он будет как настоящий паразит использовать то есть пользоваться тем, что уже имеет при этом ничего не выпуская своего это и о жадности вот, все мое и это и вот смотри я когда сказала, что сейчас развернется тема я вдруг понимаю а теперь смотри наши детки рождаются ты поняла ты поняла о чем я и мамочки и мамочки первым делом они отдают их медицине это как в сказке змею принести свое дитя потому что змей требует и что получается детенок неокрепший он не успел окрепнуть и мамочка не выполнила свою роль вот этой оболочки крепкой а она взяла эту оболочку раздвинула и ребеночка все чужое искусственное вводится в этого ребенка чужие абсолютно то есть неокрепшее дитя и тогда сила и еще и крещение происходит то есть еще и Бога то есть сознание вообще спи и не рыпайся капсулируется капсулируется все и дальше вот это вот больное напичканное химией а было здоровое красивое а у евреев еще и грязани страхами еще стрессом и это больное дитя оно еще в процессе еще и живет в семье больных родителей в плане больных психически которые ругаются между собой потому что у них отношения не искренние на выгоде или там они ненавидят друг друга потому что не осознают того что себя они ненавидят а едят друг друга то есть в паразитарном мире этот детенок и растет как ты думаешь каким вырастет этот ребенок светлым и красивым естественно он растет в мире паразитов естественно он будет паразитом и лишь и лишь какая-то случайность хотя случайность рентгенка дайвинга да хотя случайности вообще на самом деле все продумано по голове говорит проснись да и ну это вот так вот так мы становимся паразитами и паразитов продолжаем мы растить потому что яблони яблони не может дать груши и мы детки у нас рождаются образно скажу детки рождаются птичками да вот он с крыльями светлячок этот да свет пришел спаситель которого в религии написано мы все ждем спасителя у тебя рождается спаситель все время вот этот свет с крыльями а родители паразитики которые не осознают что это твоя возможность родилась ты благодаря своему ребенку можешь увидеть себя настоящего того кого ты прячешь себе и благодаря ребенку ты можешь научиться вот этим крыльям то есть паразит ты можешь вырастить крылья у себя а ты вместо этого что делаешь эти крылышки мям-ням-ням-ням обрезаешь сиди и не летай нечего тебе летать волшебства нету в жизни нет волшебников бог вообще далеко и он тебя чуть что накажет поругает и эта птичка она зажимается и все она становится без крылышек и ей другого выхода нет ой блин я понимаю что мы такие вещи говорим но я знаю что только так можно разбудить разум когда ты бросаешь семечки то есть вот семена если ты бросаешь семена и не перестаешь их бросать то какое-то ну прорастет какое-то да сходы а если же ты спрятался и не бросаешь или ленишься не хочешь да если ты не совершаешь этих действий не прорастет нечему будет прорастать потому что материя без сознания то есть тело без сознания не существует оно не живет сознание без тела не существует не проявляется а именно сознание в сочетании с материей когда это 100 на 100 да когда это любовь самим собой осознание любви и благодарности себе и благодарность всему тому что ты уже имеешь и не важно если ты даже родился у родителей алкоголиков то научиться осознать благодарность вот этому кстати когда у родителей алкоголиков но я так образно сказала то кстати вот тогда очень хорошо будет работать искренность в садиках искренность в школах потому что ребенку негде напитаться да ну вот как раз там вот так но при этом благодаря этому ты можешь осознать даже благодарность этим родителям ведь они тебе показали какую жизнь ты хочешь или не хочешь и у тебя появляется возможность а как правило лапки крылышки сложены ручки сложены и как правило камнем вниз если сознание спит материя всегда летит камнем вниз только сознание не спящее может этот камень подбросить то есть вверх другое движение если сознание спит камень будет всегда подать вниз смотри люди интуитивно ищут чистоты люди интуитивно ищут искренности вот даже приведу сейчас пример я сейчас ну так как переселились жить в другой микрорайон подбирала Ярославу гимназий я проехала по нескольким гимназиям и причем приезжала сама и чувствовала как здесь будет плюс встречалась с директорами и выслушивала на сегодняшний день я определилась с одной которая мне понравилась и самое интересное были гимназии которые ну вот они сейчас в топе и вот из одной выходя прямо на пороге я побеседовала с директором там гимназия огонь вообще просто выхожу и так выдохнула и думаю что-то мне напоминает такой ветер такой приятный холодок на улице аж дышать захотелось это я с гимназии вышла да и тут я вспоминаю блин где-то ж я такое чувство уже ловила в 2006-2007 годах выходя из желтого здания в центре Минска после семичасовой беседы вот вот это то же самое вот она гимназия и я так где знания получают да так мне сказали что к ним можно прийти только если ты учишься на 9-10 там и спрашивают как ваш ребенок закончил у вас есть шестерки семерки я думаю блин я же дневник его не смотрела ну помню вроде говорил что у него есть семерка по английскому языку я люблю ребенка он у меня учится сам и он отличный ребенок да а тут у меня у меня конечно шок тогда был вот после этой гимназии я вышла и задаю себе вопрос хотела бы я чтобы мой ребенок вот с таким же чувством каждый день выходил со школы домой я понимаю никогда это как из тюрьмы выходишь вот и были другие гимназии совсем с другими чувствами была гимназия где наоборот я вышла из нее и у меня было чувство что я побыла в хаосе вот просто такое ощущение что здесь все сумасшедшие то есть пир 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 вообще никакого порядка сознание ребенка попав сюда оно так разбросается хаос да то есть если ты был нормальный ты попадешь в кому да в гипноз и вот я для себя определилась в одной гимназии мне очень понравилось я туда не успела прийти да и мне очень понравилась атмосфера я разговаривала с замдиректора там директора не было на месте я разговаривала с замдиректора и я увидела насколько творческая гимназия просто вот люди доброта улыбки вот такая искренность была везде и я выходя из нее меня даже улыбнуло думаю ни хрена себе вот мне здесь нравится реально мне здесь нравится но это мое чувство а я же все-таки мать я не хочу чтобы мой ребенок вот все гимназии все школы разные то есть у каждой есть свой хозяин свой директор который навел свой порядок внешне они выглядят одинаково там везде порядок внешне эти вот предметы будут даваться по одной программе школьная форма будет плюс-минус одинаковая кажется все одинаково ни хрена атмосфера везде своя и отношения везде свои и вот я выхожу из этой гимназии и у меня внутри такая улыбка такое солнце я понимаю я хочу чтобы мой ребенок здесь учился и я решила по знакомым узнать отзывы а что думают об этой гимназии люди и ты знаешь и вдруг я узнаю педсостав отличный попасть тяжело потому что реально вот отзывы все на десяточку вот все на десяточку и самый главный отзыв что там нет муштры там дети раскрывают творческий потенциал а в старших классах получают достойное свое физмат направление и все а творческая часть у них творческая часть и я так выдохнула думаю теперь мне надо сегодня записалась уже на прием к директору теперь мне надо будет поговорить с директором и переводить уже Ярослава в гимназию но я посвятила выбору гимназии получается два захода два месяца как мудрый родитель разумный через чувство себя да через чувство не просто абы отдать ребенка да а именно через чувство себя а смотри прожила за ребенка а на самом деле когда я начала общаться с людьми по отзывам я видела что люди горят отдать ребенка не в муштру а все говорят об искренности о том что педагогам там интересно с детьми а там вы знаете что у них есть театр а вы знаете что у них есть кружки а вы знаете что у них есть студия звукозаписи а вы знаете и я так стою не знаю но я хочу но уже знаю но уже знаю понимаешь потому что там вот вот так рассказывали вот об этой искренности вот в такую искру хочется поместить ребенка вот этот не вышел так фу ветерок ощутил я слава богу я покинула это здание да что-то оно мне напомнило ты мне сейчас так сказала я вдруг понимаю вот точно так же сознание покидает тело знаешь которое уже давно протухло и неинтересно да и она так фу конечно как стояла блин как из горящей машины так да то есть материя тело горела уже знаешь как горящая машина и сознание так ух успела воздуха и бум другое дело и смотри вот какой момент был ведь когда мы учились вот в 31 гимназии где Ярослав был я я относилась я думала все гимназии такие там тоже вот это творчество там тоже вот эти отношения очень доброжелательные учителей там я не чувствовала там напряжения там очень хороший директор там ну классная гимназия и ты знаешь я не ценила то что имела я оценила в какой в какой классной атмосфере Ярослав учился когда я сравнила объехав кучу гимназий здесь а теперь о чем это мы не ценим то что мы имеем а ценить начинаем когда теряем либо когда Наташа когда сравниваем когда сравниваем вот так же человек который сидит на одном месте и не хочет не выезжает или нельзя выезжать и не видит он не знает что это такое он будет спать и как червячок точить свою ямочку вот поэтому важно и путешествие потому что это все раскрывает возможности это ты видишь возможности для себя вообще для себя ты дышишь а если этих нет возможностей то о чем это это крышечки гроба и тогда не развивается творчество и не появляется интерес к жизни а тогда будет развиваться в мире болезнь боль болезнь потому что сознание будет тухнуть материя будет тухнуть но благодаря тому что материя это опять таки автомат то есть машина имеющая программу жизнь это будет продолжаться и какая-то все равно появится возможность когда момент когда сознание проснется и возьмет в руки руль и ты знаешь и здесь вот этот момент благодарности тому что ты имеешь надо уметь подсвечивать а для этого надо чтобы человек вообще умел благодарить умел благодарить в принципе уроки благодарности в школьном образовании они необходимы как воздух как вода это залог здоровья это залог того что наши дети будут и психически и физически здоровы да это здоровье и это должны быть отдельные уроки отдельные уроки где казалось бы чему можно учить вот так можно учить это да и интересы и творчества и это благодарность это залог здоровья и и тогда не будет в школах вот этих программ которые есть сейчас не будет убийств Достоевского войны и мир потому что то что мы проходим в школе мы то и проживаем то чем человек наполняется чем он наполнен он то и будет проявлять и тогда если мы детей растем растим своих и воспитываем в войне в злости агрессии что этот детенок может проявить только это что это сознание создателя но спящего что может создать только беду только войну разруху агрессию злость болезнь все мир больных мир болезни психика больная потому что сознание спит сознание паразитирует сознание живет как паразит за счет материи то есть за счет того ресурса в теле которого он имеет все и ничего больше он не создает он создает но разрушение создает а он не создает нового он не он не благодает то есть сознание не осознает благодарности а это ключевое а это ключевое это очень важно. Детей настолько важно учить благодарность, ценность и любви. Ну, как только благодарность пойдет в общество действительно через искренность, смотри, здесь тут же экономика поплывет, другая экономика. Она будет другой. Смотри, куда тогда деваться фирмам, если фирме, особенно общество с ограниченной ответственностью. Если у тебя размытая ответственность, давайте поговорим про ложь. Давайте поговорим про обман, кого обманываем. И вот вам разворот вот этой игры. Вот мы видим сейчас раздутые вот эти мультикомпании, надутые мульки, которые потом лопаются, как мыльные пузыри. Ну, американская экономика, да? И потом, куда надо сливать деньги? И потом будем выживать за счет экономик других стран. И пошло, пошло, пошло. То есть вот все эти мыльные пузыри, если ты выходишь в благодарность, они начнут лопаться. Когда человек начинает искренне приходить в благодарность, он будет искренне искать интерес в любимом деле. искренний интерес будет рождать искреннюю ответственность. А искренняя ответственность, она будет лопать эти пузыри и говорить, а зачем мне тогда вот эта херня? Давайте мы будем, я работаю, я благодарю, и я забочусь о том, что я имею. И все, это уже совсем, это о силе, это совсем о другом обществе. И тогда религия, она вообще будет выглядеть глупо, как клоунада, любая религия, неважно, это просто клоунада, цирк. И тогда человек после этого будет приходить к тому, что общество будет меняться на общество, которое содержит себя и проекты через благодарность. И тогда очень много проектов, например, тех же самых больниц, поликлиник, продажи лекарств и так далее. Обман подсознания, когда мы пытаемся вместо того, чтобы решить проблему подсознания и осознать, зачем нам дана боль, этот механизм нужен нам для движения, мы его глушим таблетками химии, убивая при этом тело. То есть совсем глуша себя и сжигая тело, на самом деле. Да, это на самом деле убийство, убийство физического тела, убийство себя. То есть это все отвалится, это полная реконструкция общества. И вот смотри, сегодня, когда мы об этом говорим, мы говорим об этом открыто, сидя здесь, в Минске, и мы понимаем, что на сегодняшний день это действительно абсолютно новые взгляды на общество, на жизнь. И это прогрессивные взгляды. И это прогрессивная идея, это та идея, которой сегодня нет ни в одной стране мира, потому что все идеи идут копированием и компиляцией. И лишь проснувшись можно выдать идею, которая новая, которая поведет общество вперед и не даст разрушить земной шар. Это идея о силе, силе природной, силе искренней, силе настоящей силы, той целостной силе, здоровой силе. Вот это идея. Это об этом. О целостности себя, и тогда это совсем другое общество, совсем другая история, совсем другая игра. И тогда надо приходить к тому, что человек создатель, и Бог в нем, и человек ответственный за свое создание, и так далее. Полностью смена общественного клада. А это все про ответственность. Это все, это совсем другая жизнь, совсем другая экономика. Но это экономика создателя, это экономика людей, богов. Не просто так. Это все родилось в Белой Руси. Земля богов. Белый лист. Белый лист. Пиши новую историю, пиши новое знание, пиши новое общество, пиши новую жизнь. А всего лишь это о чем? Будь искренней сам собой. Будь искренней. Любовь, искренность и благодарность. Вот три кита, которые полностью держат реальность. Кстати, держат реальность. А помнишь, еще на заре, когда только-только инфодайвинг начался, мы говорили, что будет смена платформ. Тогда мы называли это так. Сейчас мы понимаем, что это структура психики проворачивается, да, и фильм просто будет, следующий фильм, следующая серия. И мы говорили, что в зависимости от восприятия люди будут видеть разные фильмы, и даже непонятно, как эти фильмы будут стыковаться. То есть у каждого будет своя реальность, и те, кто... Да, я понял. Кто-то будет в одном находиться, а у кого-то будет совсем другая реальность. Но при этом мы будем видеть это все. Да, и мы будем видеть, как из-за стекла это. А сейчас мы что, наблюдаем? Да, это и же и наблюдаем. И тогда было интересно, вот четыре года назад было интересно, а как же это все-таки может быть проявлено, что вот коллективная реальность у каждого будет своя. А сейчас мы видим, у каждого своя коллективная реальность. Видим и осознаем благодарность на самом деле. И это важно, осознавать благодарность. Даже минусом, отрицательным каким-то. То есть не только положительным, да, а именно даже... То есть, как я говорю, благодарность хаосу, потому что я никогда не испытывала было... То есть даже не думала испытывать благодарность хаосу. Для меня хаос это было, ну как это сказать, бардак. Да, а на самом деле это возможности все. То есть бери... Это как, знаешь, как знание, которое ты бери, какое хочешь. То есть ты знаешь, что тебе нравится, и ты берешь это. Но при этом ты видишь варианты все абсолютно. Вот оно, сознание создателя, который не спит. Даже вот смотри, мы говорили про... Про ковид, который был в каких-то странах в Америке, в той же где-то там, или где-то в Европе, что прямо люди умирали, их там не знали, где захоронить. Сотними тысяч, да. Так смотри, на самом деле, да, был хаос, был страх, но при этом... Знаешь, как это я вижу? Но при этом было раздуто еще так, как, знаешь, как что, как сплетни. Знаешь, почему? Вот просто могут даже, можете вы почувствовать все. Сейчас, если будете искренне сами с собой. Человеку на самом деле интересно что? События, которые не там как типа свадьбы. Это тоже интересно, но не так. А вот беда какая-нибудь. И сразу... И начинают передавать и приукрашивать еще. Передавать. Еще страшнее. Ты представляешь это. А другой, ты представляешь... Вот я вижу ковид вот именно таким было раздуто. Искусственное напряжение. Да, то есть именно еще и придано. Потому что когда разговариваешь, говорят, ну да, было, но такого не было. А было же, вау, раздуто. То есть вот как это вот это... Ты представляешь? То есть человек, разнося вот этот вирус, который, говорит, ему интересна именно беда какая-нибудь. Ты представляешь? Ты представляешь? Ты представляешь? И даже не соображает, что схватил вирус разрушения и его прям носит. Это как чихать. Ты болеешь и понимаешь, что тебе сейчас разум, разум тебе подсказывает. Изолируйся из себя. То есть, во-первых, сам здоровее будешь быстрее. И зачем разносить, да? Будь в благодарности. Зачем ведь тебе жить потом в этом мире? А он все равно идет и там чихает, чихает, кашляет, кашляет, кашляет. Семечки свои вируса бросает, бросает. Хорошо, если там люди, которые осознают свою силу, и им не страшно. Тогда этот человек и не заболеет, не заразится. А в основном же люди находятся в страхе, то есть пусто внутри. И, естественно, этот чих попал в него, он сразу паникет. А смотри, были те, кто пустые и не знали, что делать. А были те, кто очень быстро смекители, что на этом можно нормально заработать. Паразитики такие, смугливые. Помнишь, как ПЦР-тест, 100 долларов в человек. Да. А мы белорусы, мы летим без ПЦР-теста. Да, да, да. Белорусы летают без ПЦР-теста. И ржем, да. И ржем. И пролетели. А на следующий день... А потом на следующий день как... Что-то взачокнуто и летели. Ну ладно, да. У нас своя история. Да, вот так. Вот так мы. Везде разум включать. Потому что и знание есть, и опыт. Все есть. Перепользуйся. А человеку проще сложить лапки. Довериться на Бога, которого он не видит. Он вынес из себя. И он боится, где он этот Бог. Из-за угла на него там смотрит. Ходит, боится. И при этом в страхе в этом он проецирует этот страх. И в этот момент в него можно все, что хочешь наложить. Он будет ходить, как тот этот, знаешь, полный, как мусорка. И разбрасывать вот этот страх, этот мусор. Это страшно, на самом деле, когда ты осознаешь все. Смотри, вот ты сейчас задела такую тему. Я не знаю, какой это будет подкаст. Я всего лишь сейчас зацеплю. Я хочу, чтобы мы с тобой разложили эти ролики. Сейчас в ТикТоке очень сильно набирают обороты две секты тоталитарные. И люди им верят. Одна из них под гидой психологии. Я специально не буду называть название. Узнают. Даже на сегодняшний день три уже. Три. Из того, что я встречала. Одна из них. Красивые женщины, красивые мужчины. Говорят о сознании, об уме. И все настолько сплели, 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 сплели. Суть убрали. Куча болтологии. И такая лапша. Но при этом мы должны. Вот это должны, должны, должны. Идет конкретное угнетание и подавление под гидой духовного развития. Это одна часть. У них есть даже свое телевидение. Люди узнают. Названия могут сами. Начать там азбуки в виде. Вторая часть. Скорее всего, военные какие-то стоят, отставные за этим делом. Ну, кому бабки понадобились. То есть, великие жрецы, маги, чернокнижники стоят и рассказывают все про сознание, про черную магию. Тоже сплели все в одну кучу. И при этом все это на страхе. Ролики в красно-черных тонах. Специально идет нагнетание, нагнетание, нагнетание. И посев херни в голову. Это второй вариант. И третий вариант. Мы создаем созидательное сообщество. Ой-ой-ой-ой-ой. Мир без налогов. Мир без ничего. Мир в любви и радости. Ролики очень дорогие, между прочим, по съемке. Есть очень умные вещи, которые туда заложены. То есть, вот правда-правда, потом хлоп, херни напихали, потом снова правда. И человек воспринимает вот эту херню тоже за правду. То есть, НЛП-шные техники рулят с чистом виде. Должна быть правда везде. Должна быть семечка тогда, чтобы раз зацепила. А все остальное человек... Да, есть. И съем в этот раз. Набросал уже ерунды. Потом опять... Да, точно. То есть, знаешь, как прошивочка такая, штамповочка. Я когда вижу вот эти вот три штуки, я понимаю, ну, выбирай, что хочешь, да. Но во всех трех вынос Бога из себя. Все. Никто не говорит, что ты создатель. Первичное искажение. Первичное искажение пошло. Вынос ответственности. Нам виднее. Платим и научим. Все управление, да. Все. Так вот это на самом деле, это такие смекливые паразитики. Но они же не понимают, что они кушают свое же собственное яблочко. Съедают, которое ограничено. И съев это яблочко, извините паразитики, вы проявляетесь, и вас либо птичка съест, либо вздохнет, либо от другой. От голода. Да. Вот. Это так. Не то, что православие или там мусульманство склюет однозначно. Это паразитики, которые, пользуясь моментом, они так это хорошо, так расползаются. Знаешь, по всем яблочкам. Вот. Что-то хотела добавить и вылетело из головы. Паразитики, паразитики. И все, ладно, вспомню, скажу. А про искренность, благодарность и любовь, то, что ты создатель, и ты создаешь, и ты отвечаешь абсолютно за все. Нет, как вернуть создателя в человеке? Так я же тогда власть потеряю. Да. А власть – это деньги. Все. Все. Все твои идеи разбились на корню. Поэтому наша бездуховность, когда мы смотрим на любую историю через призму денег, она просто невероятна. То есть, кесарю кесарево, как ты заложил, ты через это посмотрел, и ты тут же видишь. Так как человек в искажение закладывает выгоду, посмотри через призму выгоды, и ты увидишь все искажения. Это на самом деле очевидно, это самый простой пример. Я вспомнила, что вот так же Библия, она написана, была совершенно, ну, это Библия, во-первых, слово даже Библия, это уже ум придумал. Это уже все. Это были знания. То есть, вот написанное знание, да. Но то, что мы сейчас имеем, это паразитик схватил кусочек, и так этот кусочек образно по страничкам так прошил, а все, то есть, тут буквочка, тут буквочка истины, тут, 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 а все остальное муть. И первичное какое искажение? Вынос Бога из себя. Все. И люди свято, веря это, да, то есть, они читают Библию, и они даже безумно не понимают. Они, да, да. Я просто охреневаю. Я сама ее не читала, я начинала несколько раз. Точно так же и Коран частями прошла, и вот есть вещи, которые, ну, вроде разумные. А ты знаешь, есть ли углубица, там есть такие вещи написаны, что просто волосы в тюном стоят. То есть, если ты, ты хочешь углубиться, если ты проснулся, да, и не читаешь как болван, о, да, авторитет, о, да. А читаешь разумом. Ты знаешь, даже надо быть слишком большим болваном, чтобы вообще пропускать суть. Это опустим. Читаешь разумом, да, то есть, проснувшись, то ты поймешь, так, блин, что я себе сюда набрасываю-то в башку отсюда? Если здесь совсем не то, что мне казалось, это вот как птички, или там паразитики, птички сидят, открывшие дюбички, а что им бросают? Они доверяют слепо родителям, правильно? А если тот родитель, ну, съехала крышу, он набросает гвоздиков, эта птичка съест.